Радио «Вера» представляет Верующие почитают святителя Григория Богослова как отца и учителя церкви. Он родился в 329 году в Орианзе, городе в провинции Каппадокия на территории современной Турции. Григорий воспитывался в христианской знатной семье. Он учился в Афинах, где познакомился и подружился с будущим святителем Василием Великим. По приглашению Василия он жил несколько лет в его небольшой обители. Позднее, вернувшись на родину, Григорий принял сан священника. После смерти отца, епископа города Назианзе, его выбрали на эту кафедру. В 378 году Григория пригласили занять патриарший престол в Константинополе. Там он столкнулся с интригами различных политических и церковных лагерей. В своих сочинениях, проповедях, письмах, стихах Григорий стремился защитить чистоту веры, оградить ее от толкований. Он пережил предательство друга, попытку покушения. Чтобы примирить враждующих, Григорий отказался от патриаршества. Он вернулся на родину и жил в уединении. Григорий продолжил писать. Он утверждал православие своими письмами и стихами. Церковь почитает его под именем Богослов, которое до этого было дано лишь любимому ученику Христа Иоанну Богослову. Литературное наследие Григория Богослова переведено на русский язык. Найти его книги не составляет труда. Читая письма, стихи и проповеди великого Каппадокийца, мы вступаем в живое общение с ним и от всей души взываем. Святитель Григорий, моли Бога о нас. Преподобный Анатолий в миру Алексея Зерцалов родился в 1824 году в Калужской губернии. Он закончил семинарию и поступил на чиновничью службу. Вскоре Алексей заболел по тем временам смертельной болезнью чахоткой. Алексей дал обет. Если исцелит его Господь, то он примет монашеский постриг. Вскоре он пришел в Оптину пустынь и через несколько лет стал монахом. Долгое время он был учеником и ближайшим помощником преподобного Амвросия Оптинского. Более двадцати лет окормлял Анатолий шамардинскую женскую обитель. О нем говорили как о сострадательном, милостивом и отзывчивом человеке. Современники вспоминали и духовную опытность, и прозорливость старца. Несколькими словами, исполненными любви и духовного опыта, он умел утешить скорбящих или предупредить о грядущих испытаниях. Кончина старца Амвросия в 1891 году подорвала здоровье его любимого ученика. Он глубоко и тяжело переживал свое сиротство и начал угасать. Через три года преподобный Анатолий скончался и был погребен рядом со своим наставником. Сегодня мощи преподобного Анатолия почивают в Оптиной пустыне, в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери. Эта церковь была полностью разрушена в советское время и заново отстроена в 1998 году, как усыпальница старцев оптинских. Насельники ежедневно читают над раками преподобных акафист, посвященный им. Служит водосвятный молебен. Помолимся и мы в день памяти святого оптинского старца. Преподобный Анатолий, моли Бога о нас! Священно-мученик Владимир, митрополит Киевский и Галецкий, в миру Василий, родился в 1848 году в Тамбовской губернии в семье священника. Он окончил духовную академию, преподавал, женился и вскоре принял священнический сан. Но жена и ребенок Василия скоропостижно скончались. Молодой священник принял монашеский постриг. Уже через несколько лет он стал епископом самарским. А владыки говорили, что он всегда стремился быть вместе с паствой. Даже в разгар эпидемии холеры служил молебны на городских площадях, посещал бараки с больными. В 1998 году владыка Владимир стал митрополитом московским и коломенским. В эти годы он близко общался с великой княгиней Елизаветой Федоровной и содействовал ей в основании Марфо-Мариинской обители. В 12-м году он возглавил Санкт-Петербургскую епархию, но через те годы за открытое неприятие и осуждение Распутина впал в немилость. О митрополите Владимире современники вспоминали. Кроткий и смиренный, ничего для себя лично никогда не искавший, правдолюбивый и честный. Его перевели в Киев. 7 февраля 1918 года вооруженные люди ворвались в покое митрополита Владимира. После издевательств владыку вывели за стены лавры и расстреляли. Всероссийский поместный собор в апреле 1918 года увековечил память митрополита Владимира. Сегодня мы просим священно-мученика Владимира и других новомучеников. Молите Бога о нас. Священно-мученик Василий, епископ Прилукский, в миру Василия Зеленцов, родился в 1870 году в Рязанской губернии. Он получил образование юриста, а позже закончил духовную академию. Василий участвовал в поместном соборе Русской Православной Церкви. К тому времени он овдовел и в 1919 году принял монашеский постриг и начал служить на приходе в Полтаве. Как вспоминают его прихожане, отец Василий учил паству молиться так, чтобы никого и ничего не замечать во время молитвы. В 1922 году отец Василий выступил против разграбления храма. Его арестовали и приговорили к лагерям. Он освободился в 1925 году. Вскоре он стал епископом Прилукским, векарием Полтавской епархии. Вскоре новый арест. На сей раз в Харькове. Власти побоялись задерживать священника в Полтаве, ставшей ему родной. Два года он провел на Соловках, умудряясь участвовать в социально-богословской полемике того времени. Потом епископа Василия отправили в ссылку в Иркутский край. В 1930 году он вновь был арестован и приговорен к расстрелу. К лику святых священномученика Василия причислили в 2000 году. За строками жития мы видим не только незаурядного эрудита и богослова. Главный дар священномученика Василия – любовь к Богу. Стремление поделиться радостью богообщения с паствой и миром. Он служил Христу всеми силами и талантами и исповедал Господа в минуты смерти. Церковь молитвенно просит священномученика Василия – моли Бога о нас. Святитель Моисей в миру Митрофан родился в Новгороде во второй половине XIII века. В юности он тайно покинул родительский дом и поступил в Тверской отроч-монастырь. Родители нашли его, но смогли лишь настоять, чтобы Моисей перешел в Колмов монастырь близ Новгорода. Спустя годы уже опытный священник и монах, архимандрит Моисей, был избран архиепископом новгородским. Однако он недолго управлял новгородской пастрой. Раздоры и междоусобные распри новгородцев тяготили архиепископа. Он стремился к монашескому уединению. Через пять лет после избрания, в 1330 году, он удалился в Колмов монастырь на покой. Но и там он оставался недолго. Архиепископ Моисей покинул обитель и ушел в глухое место. Он построил там небольшую церковь и прожил отшельником более 20 лет. Но новгородцы упросили архиепископа Моисея вернуться. Еще семь лет он возглавлял новгородскую кафедру. Константинопольский патриарх Филофей ценил и глубоко почитал новгородского архиепископа. Он прислал ему богослужебное облачение с изображениями крестов и дал право самому непосредственно обращаться к константинопольскому патриарху. В новгородских летописях святителя Моисея называли пастырем добрым за милосердие и справедливость. В Новгороде шло соперничество двух городских частей – торговой и софийской стороны. Оно то затихало, то вновь обострялось. И вот однажды вспыхнул мятеж. Восставшие жгли дома, грабили и убивали бояр. Три дня жители двух сторон стояли друг против друга, готовясь вступить в ожесточенную схватку. Тогда к враждующим вышел святитель Моисей и, благословляя, сказал «Дети, не поднимайте брани, не вступайте в бой, да не будет святым церквам и месту сему пустоты». Сегодня церковь молитвенно просит святителя Моисея «Моли Бога о нас». Икона Божией Матери, именуемая «Утолимой печали», была принесена в Москву казаками в 1640 году, в царствование Михаила Федоровича Романова. Икона находилась в храме святителя Николая в Садовниках. Церковь страдала от пожаров, не раз перестраивалась и о святыне забыли. Но однажды слуги принесли в храм знатную даму, тяжело больная паломница, рассказала, что ей было видение. Сама Божия Матерь велела женщине отслужить молебен в этом храме перед ее иконой «Утолимой печали». Все стали разыскивать чудотворный образ и нашли его на колокольне среди ветхого скарба. По молитвам к иконе женщина тут же исцелилась. Для образа «Утолимой печали» был устроен предел в храме. Это случилось в 1760 году. Святыня прославилась и другими чудесами, происходившими по молитвам к Богородице. Чтимые списки с этой иконы находятся во многих российских храмах. Божия Матерь на этой иконе изображается держащей правой рукой младенца Христа. У него в руках развернут свиток со словами «Суд праведный судите, милость и щедроты творите, вдовицу и сироту не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите». Верующие знают, чтобы утолить скорбь, стоит благоговейно встать перед образом Божией Матери «Утоли Моя печали» и сердечно помолиться. Пресвятая Богородица, помогай нам. Продолжение следует...